По данным Российской Академии Наук, 30% населения нашей страны, заметьте, из 146 миллионов, страдают ожирением. Но действительно, цифры устрашающие. Именно поэтому мы сегодня и пригласили в нашу студию людей, которые могут не только рассказать вам о том, что нужно и чего не нужно делать, но и могут помочь вам и своими идеями, и своими эмоциями. Потому что мне кажется, что в этом процессе, каково и называется, похудение, эмоции и стимул не менее важны, чем, наверное, и сам процесс. С нами в студии знаменитейший врач-диетолог, автор книг об уникальной методике похудения Пьер Дюкан. Мсье Дюкан, добрый день, здравствуйте. Боже. Здравствуйте. Также в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Алексей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогает нам в этом разговоре пиар-менеджер Пьера Дюкана Юлия Зельдич. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и я, Елена Фойна. Мсье Дюкан, в последнее время действительно количество людей, которые и воспользовались различными диетами, при этом испытали жесткое разочарование, но от этого не стали меньше хотеть похудеть, не уменьшается. Оно все возрастает и возрастает. Но проблема не решается. А есть ли у этой проблемы действительно, вот, может быть, какое-то оптимальное решение? Видите ли вы его? Я работаю в течение 40 лет уже с проблемой лишнего веса, и я вижу, что самый главный враг здесь – это лобби. Лобби фармацевтической промышленности и лобби пищевой промышленности. Потому что, начиная с самого момента вашего рождения и до возраста примерно 50 лет, вас окружают силы индустрии, которые заставляют вас потреблять все то, что они производят, и особенно, что касается быстрых углеводов. А потом наступает примерно возраст 50 лет, и тогда с этого момента и до конца вашей жизни вас начинают лечить от последствий лишнего веса, который вы приобрели, потребляя эту еду. И вот именно эти две индустрии, которых я назвал, они совершенно мощные. У них огромная власть, у них большая мощность. И они делают все и явное, и скрытое, чтобы помешать вам похудеть. У меня есть один вопрос. Я бы хотел спросить, что не кажется ли вам, миссия Дюкан, что к этой индустрии можно добавить индустрию похудательную? То есть, существует три сейчас основные системы. Первая система – это врачи или не врачи-психологи, которые говорят, все равно, что вы едите. Важна проблема количества. Важно контролировать свой аппетит, контролировать свое состояние, не нарушать пищевое поведение и питаться правильно. Вторая часть индустрии – это индустрия спорта. Когда говорят, вы можете есть все, что хотите, завтра вы придете в спортзал и все сожгете. И таким образом миллионы людей подсаживаются на эти спортивные залы, и в конце концов они вынуждены ходить туда просто для того, чтобы удержать вес, который начинает расти непомерно очень быстро. И третья – это отдельные врачи, которые говорят о физиологии, биохимии, этих процессах, эндокринологии, и говорят, что ребята, не важно, сколько вы едите, не важно, когда вы едите, не важно, сколько вы едите, не важно, занимаетесь вы спортом или нет, важно, что вы едите, из чего состоят ваши продукты. Из чего состоит ваш рацион? Я хочу привести один пример. В 70-х годах ученые в Америке стали изучать связь между полнотой и гормональной дисфункцией. Они удалили яичники у крыс, и крыс проснулся в колоссальный голод. Они начали быстро набирать вес. Тогда их насильно посадили на жесткую диету. При этом они продолжали набирать вес. И когда эти крысы умерли от голода, количество жировой ткани у них было значительное. А мышечная ткань распалась практически вся. Тогда впервые заговорили о том, что гормоны способны влиять не только на голод, но и переключать определенный переключатель по депонированию энергии. Или в жировую ткань, или в энергию мышц и работу мозга. Так что же, на ваш взгляд, все-таки первично? Психология или физиология? Ваш вопрос очень сложный. Очень много всего было задано внутри вашего вопроса. Действительно, вы совершенно правы, что есть одна вещь, которая... Я приравнию ее к мошенничеству. Первое, это люди, которые говорят, ешьте столько, сколько вы хотите, все, что угодно, и вы будете худеть. И второе, занимайтесь спортом, и вы останетесь стройными. Я считаю это мошенничество. Это тотальная ошибка. Если вы прекратите питаться беспорядочно, начнете потреблять здоровую пищу, вы прекратите набирать вес, но вы не похудеете. Что касается физической активности, очень сложно терять вес только с помощью физической активности, потому что, например, чтобы потерять один килограмм, вам нужно пройти не менее 21 часа. А вторая часть вашего вопроса, она более технична. И, может быть, она для аудитории покажется слишком технической. Да, действительно, я знаком с тем исследованием, о котором вы только что говорили, когда удаляли яичники у крыс, и происходило то, что происходило. Но я считаю, что эта проблема очень точечная. Потому что я считаю, что если мы говорим о гормонах, как и мужских, так и о женских, то их действие не прямое. Прямое действие – это только инсулин. Яичники, женские гормоны, у них нет прямого воздействия на ту проблему, о которой мы говорим. У них опосредованное воздействие через инсулин. И инсулин для меня – это главный виновник лишнего веса во всём мире, потому что именно инсулин создаёт все проблемы. Но так как инсулин является гормоном, то, по сути, мы говорим о том, что всё-таки эндокринология, физиология первична. Да, может быть, но всё-таки в финале мы всё сводим к инсулину и к быстрым клёдам, к сахару. И всё-таки, чтобы быть до конца честным с аудиторией, я скажу одну фразу всего лишь. Если бы мы жили в мире, в котором не существовало белого сахара, то у нас бы не было ни лишнего веса, ни диабета. Месье Дюкан, я должна вам, может быть, сделать определённый комплимент, потому что на ваших книгах и по вашей методике в том числе достаточно хорошо теряют вес и в том числе сотрудницы нашей редакции. Но! Есть одно маленькое но. При всей простоте и кажущейся понятности разработанной вами методики, есть те моменты, которые, к сожалению, но в данных условиях или неосуществимы, или идут к обратному эффекту – возвращению веса. Да. Есть ли возможность дорабатывать и каким-то образом домысливать вашу диету в соответствии с тем, что сейчас происходит в мире и с женщинами, с тем, как они изменяются? Вы знаете, вчера, например, я выступал перед большой аудиторией. Я был на медицинском конгрессе. Было там примерно 300 человек. И в числе мероприятий у нас было подведение итогов конкурса людей, которые похудели на моей диете. И вы знаете, вокруг моей диеты, как я понимаю очень давно, есть некое сообщество людей, огромное сообщество людей, которые помогают друг другу, которые обмениваются мнениями. И я никогда не слышал, что есть какие-то проблемы, которые не позволяют следовать моей диете. Да, конечно, стресс. Стресс есть у каждого из нас. Но с этой проблемой тоже можно справиться. Ну а если говорить о положительном влиянии стресса или, например, эмоции под названием любовь, вы их как-то можете задействовать в своей диете? В течение 40 лет я параллельно со всем остальным создавал свою систему. И результаты этого выйдут вот уже этим летом. Это будет книга, которая будет называться «Десять столпов счастья». Я открыл десять, то есть открыл для себя, десять дверей, которые открываются к счастью. Первая дверь – это дверь еды. Это самое жизненное, что есть у человека, потому что если вы не будете есть, вы умрете. Поэтому удовольствие, которое мы получаем от еды, очень сильное. Вы едите, вы получаете удовольствие. Вторая дверь – это дверь всего, что связано с сексом, с сексуальностью. Но когда я говорю о сексе, я не имею в виду постель. Я имею в виду то, что происходит между людьми, между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между детьми и родителями. И третья дверь – это дверь власти. Ваша позиция в обществе. То влияние, которое вы оказываете на общество, оно у вас большое, среднее или маленькое. И чем больше у вас влияния, тем больше у вас вырабатывается серотонина. Четвертая дверь – это ваше жилище. Это то, где вы обитаете. У людей или у животных жилище очень важно. Следующая дверь – это наше тело. Это все, что мы делаем с телом. Бегаем, прыгаем, плаваем, двигаемся. Следующая шестая дверь – это все, что связано с природой. Горы, леса, небеса, солнце, запахи. Все то удовольствие, которое нам дает природа. Седьмое – это факт привязанности к своей группе. Все равно, в моей группе. Это может быть футбольная команда, это могут быть врачи, кто угодно. Восьмое – это все, что связано с игрой. Мы забавляемся, мы танцуем, мы рассказываем друг другу истории, телевидение, все, что игра. Вот эти вот восемь дверей, о которых я вам рассказал, они присущи и людям, и животным. Все, что я перечислил, вы найдете также у животных. Секс, любовь, жилище, власть, группа, все. Но две оставшиеся двери – это те двери, которые присущи только людям. Девятая порта – я ее называю духовностью или чем-то священным. Это все, что свыше нашего сознания. Это может быть религия, но не только. И десятое – это красота. Красота нам необходима. Мы любим смотреть на красивые вещи, на красивые лица, на красивые картины, статуи. Понятно, что эти двери, каждый из этих дверей, они все вместе, ведут к тому, о чем мы не знали еще 20 лет назад. То есть все эти двери, которые я назвал, все равно, что вы делаете. Вы получаете удовольствие от своей семьи, от природы, от красоты, от всего-всего-всего. Это в вас вырабатывает серотонин. Это помогает вам в выработке серотонина. А если вы чего-то из перечисленного лишены, то вы начинаете есть, чтобы его получить. Это моя система. В принципе, это закон физиологии. И мы опять говорим, что первичны все-таки гормоны, поскольку серотонин является гормоном, как и дофамин. Серотонин – это не гормон. Это медиатор химик в сердце. Серотонин – это не гормон, да, это нейромедиатор. Но выходя в кровь, он все-таки выполняет роль гормонов. И влияет на уровень норадреналина и адреналина. Согласен. Давайте вернемся к продуктам питания. То, с чего мы начали. Я всегда удивлялся тому, что при словутой пирамиде питания самую главную роль играют углеводы. И эта пирамида питания является символом многих диетологов разных странах мира. И тогда я решил узнать, кто же был автором этой пирамиды. И оказалось, что эту пирамиду придумали не врачи, не диетологи, а Министерство сельского хозяйства США. И с тех пор Министерство сельского хозяйства США навязывает нам свои стандарты по огромному количеству углеводов в нашем рационе. Что было никогда не физиологично для человека. С самых первых дней древности он не имел доступа к такому количеству углеводов. Второе, о чем я подумал – кому это выгодно. И я понял, что если правительства не могут обеспечить людей по белкам, то это же количество калорий они готовы предоставить в виде углеводов. Потому что килограмм хлеба намного дешевле килограмма мяса. Что вы об этом думаете? Я абсолютно с вами согласен. Но Министерство сельского хозяйства Америки, у него нет достаточно власти, чтобы надавить на прессу, на все, что связано с коммуникацией. А кто имеет власть и имеет реальную силу – это производители, индустрия. И индустрия, имея все механизмы лоббирования, идет тогда в политические структуры. И они говорят, что если вы сейчас что-то не сделаете для того, чтобы дать зеленый свет углеводам, то у нас рост экономический прекратится. Потому что у нас есть две силы. Самых больших сил в мире – это индустрия пищевой промышленности и фармацевтическая индустрия. Они царят в мире. В 1980-1982 годах я повстречал в Нью-Йорке Роберта Аткинса. Он был на вершине славы в то время. Он сделал целую революцию со своей системой питания. И когда я с ним встретился, он подумал, что я его ученик. Потому что он тоже что-то слышал о моей диете, но я в то время только начинал, а он был действительно на вершине. И он начал мне говорить, ну вот, дорогой мой младший собрат Пьер Дюкан, сейчас я объясню. Я тут же ему сказал, что, знаете, дорогой господин Аткинс, я вас безмерно уважаю. Я достаю книгу и протягиваю ему. Это была книга, которую я написала в 1969 году, то есть 11 лет до нашей встречи. Я протягиваю ему книгу, которая называлась, которая уже была о моей диете, которую я сформулировала чуть по-другому. Та диета называлась, та книга называлась, и диета называлась «Диета охотников и собирателей». И он мне сказал «браво», и он был совершенно честен со мной. Он сказал, да, действительно, вы правы, и я вам желаю очень большого успеха. И при этом он сказал, вы знаете, я действительно сейчас очень известный человек в мире, очень известный. Но я постоянно осаждаем журналистами, которые атакуют мою диету со всех сторон. Я бы еще сказал, что не только журналисты, но и огромное количество врачей, находящихся на госслужбе, категорически против этого. Несмотря на все законы физиологии и биохимии, которые однозначно говорят о том, что эти диеты наиболее физиологичны для человека. Конечно, конечно, они так говорят, потому что, с одной стороны, они связаны с политическими деятелями, и, с другой стороны, они связаны с лоббированием. Я недавно участвовала во встрече на телевидении с авторитетом номер один по питанию во Франции, который очень близок к Министерству Здоровья, Здравоохранения. И мы столкнулись очень жестко. Потому что он говорил, что все калории считаются, все калории такие, как есть. И я ему говорил, что нет, господин, это абсолютнейшая ошибка, это серьезная ошибка, это неправда. Потому что 100 калорий из мяса, это абсолютно не то же самое, что 100 калорий из сахара или 100 калорий из рыбы. И он мне говорил, нет, а я ему говорил, да, вот так и говорил. Именно вот эта позиция сейчас. До сих пор государственная медицина во многих странах, в том числе и у нас, заставляет врачей продолжает это делать, считать калории. И говорят, что все равно, из чего будут эти калории, ваш коридор такой. И хочется спросить, могу я на эти калории ходить фастфуд, есть шоколад, если все равно это калории. Они уходят от ответа. Вы знаете, что я ему сказал, вот этому человеку? Я сказал, возьмите, пожалуйста, килограмм перьев птицы и килограмм свинца. И поднимитесь на третий этаж. И вы жетеете оба этих килограмма на улицу. И вы бросите оба этих килограмма на улицу. Там и там килограмм, но один килограмм кого-то убьет непременно, а второй килограмм мягко приземлится на голову. Поэтому есть 100 калорий, которые сделают катастрофу в вашем теле, а 100 калорий, которые пройдут незаметно. Мне кажется, что самый большой вред в диетологии является теория калорий. Которая на многие годы затормозила те идеи, которые сейчас одновременно начинают приходить в голову независимых диетологов во многих странах мира. Я абсолютно согласен с вами здесь. Наука о питании, она очень молодая. Она родилась после Второй мировой. И начиная с 30-х годов по самый конец Второй мировой войны, вот посмотрите на науку, царицей в науке были цифры, было что-то очень такое точное. Это были точные науки. Мы с теорией Канта, с ядерной теорией мы прошли, но практически проделали путь до Хиросимы. Есть старая американская пословица. В науке ровно столько науки, сколько в ней математики. И тогда, когда у нас зародилась наука о питании, эта наука была совсем маленькая, совсем крохотная. И она смотрела, обратившись к этой большой и признанной науке, она сказала, ага, наверное, я тоже буду основываться на цифрах. Именно поэтому начали считать калории, потому что калории – это что-то из науки. Я не диетолог. Я ваш потребитель, ваш читатель и женщина, которая, конечно, хочет выглядеть как можно лучше. Именно поэтому, обращаясь к вашей диете, я хочу понять, она идеальна и может ли в жизни быть нечто идеальное, или она тоже имеет слабые стороны, те моменты, которые я должна учитывать, или те моменты, которые должны учитывать вы, понимая, что мы разные, разного сложения, разного возраста, с разными целями, с разными болезнями. Да, вы правы, но есть какие-то фундаментальные вещи. Сегодня у нас проблема в том, что у нас нет реперов. Каждый хочет сесть на какую-то диету. Один говорит, окей, я буду сидеть на жировой диете. Второй говорит, я буду сидеть на диете эскимосов. А вы, аудитория, вы потребитель, вы совершенно потеряны, потому что вы не понимаете, кто здесь прав. Но есть репер, есть такой гвоздь, на который можно все повесить. Это возникло в 70-х годах, потому что в 70-м году была очень большая дискуссия между Европой и Америкой. Какое молоко должно быть в бутылочках, которые дают младенцам? Американцы говорили, что в этом молоке должно быть очень много протеинов, его надо брать для определенных коров, чтобы росли могучие люди на этом молоке. А европейцы говорили, нет, надо туда класть достаточное количество углеводов. И была конфронтация. И тогда кто-то пришел, сказал, ага, у меня есть решение. Все сказали, а что, что, да, какое? Он сказал, решение – это материнская грудь. Он сказал, что да, нужно делать, и все сказали, а, да, действительно, давайте так делать. И до наших дней, сейчас, все искусственные вскармливания, но на молоке, которое приближенное по составу к молоку материную. И что касается лишнего веса, то здесь то же самое. Мой репер – это тот охотник-собиратель, который был много-много лет назад. Младенец, который сейчас рождается, и это не какой-то новый младенец 21 века, это такой же точно младенец, который рождался у кроманьонцев, у первобытных людей. И ему нужно 20-25 лет, чтобы он превратился в человека 21 века. И он теряет все свои реперы, которые заложены были ему природой, и он толстеет. Если он хочет похудеть, нужно, чтобы он вернулся к прежним условиям. А в том периоде даже одного грамма сахара не существовало. Я, кстати, видел в Ютубе ролики, показывают, как первый раз детям дают сладости. У них выраженное отвращение на лице. Первый раз. Нет, они улыбаются, они смеются. Я видел видео с детьми, которые слепы. Вы кладете им капельку сахарного сиропа на язык, и у них на лице разливается счастье. А если вы на язык положите винный уксус, то у них отвращение. Генетически есть что-то. Первобытный человек охотился на зверей, убивал их. Мужчина убивал, у него мускулатура, он убивал зверей. Он из мяса брал протеины, белки. А что касается мяса диких животных, на которых он охотился, там не было много жира. А женщины занимались собирательством, собирали овощи, травы. Исследования показали, что женщины в то время приносили 60% всего рациона человека. А мужчина 40%. То есть женщина участвовала тогда больше в питании человечества. Вот так даже яблоки и апельсины не росли на деревьях, и их не умели хранить. То есть мы говорим об овощах. Я задал себе вопрос, а зачем вообще нам нужна поджелуточная железа? Зачем инсулин? Я не понимал, откуда вообще у нас взялась поджелудочная железа, потому что если первобытный человек не имел сахара вообще в своем рационе, откуда взялась она? И я тогда написал тезис, который я всем предложил. В жизни примитивного человека, первобытного человека, было два очень коротеньких периода. Когда они имели доступ к фруктам. Период, когда они имели доступ к фруктам диким и к диким злакам. И именно в течение этого периода они ели это. И тогда поджелудочная железа вырабатывала инсулин для того, чтобы превратить углеводы в жир. И они всегда были голодны, потому что инсулин превращает углеводы в жир. И в крови очень мало калориев, поэтому голод очень быстро приходит. То есть когда период фруктов, они едят фрукты, и они постоянно голодны. И таким образом жир отлагается на теле, откладывается на теле. И для них углеводы мы не можем накапливать. А для них жир означало выживание. Да, мы не можем их накапливать. И поэтому фрукты были, например, в августе месяце. Хранить их не умели, и это были времена углеводной загрузки. Когда развивалась поджелудочная железа. Но когда первобытный человек стал цивилизованным человеком, он начал варенье делать. И хранить фрукты в холодильнике. Да, и это тоже. Но так как у первобытного человека не было холодильника, то он должен был этот жир откладывать на своем теле, забирая его из фруктов. Но что и происходит и сейчас. И мы сейчас, по сути, сломали всю диетологию, сказав, что фрукты идут в жир и не несут никакой пользы организму. Да. И между фруктом и овощем нет никакой разницы, кроме фруктозы. И есть много витамин. Скажем, что это сахар. И есть много витамин. Сахар, дизайн. И есть много витамин. И единственная разница – это фруктоза в фрукты. Потому что и фрукты, и овощи содержат те же витамины и те же минералы. Но фрукты имеют фруктозу, сахар, а овощи нет. Это поэтому люди предпочитают фрукты и овощи. Именно поэтому люди предпочитают фрукты и овощи. Но если вот с именно таким построением питания всё понятно, то я хочу вернуться к вашей идее о десяти дверях. И медики, естественно, не соглашаются с этим, но тем не менее люди знают, что если человек злой и желчный, то у него начинает болеть желчный пузырь. Если человек хочет занять положение в обществе, обычно это дамам свойственно, они вдруг начинают прибавлять веси, таким образом давая всем сигнал, что я значима, я важная. Обратите на меня внимание, я что-то значу. Да, но мне кажется, что вы говорите о прошлом времени. Посмотрите, что сейчас в Америке. Там президент Обама, он стройный. У вас президент Путин, он тоже стройный. И никто из них не хочет вокруг себя иметь министров, которые полные. Но вы говорите о тех людях, которые находятся наверху вот этой политической пирамиды. Я же говорю о низшем звене. Женщина-секретарь пытается выбиться в начальнице. И она подсознательно пытается стать более значимой. Да? Вот эту психологическую мотивацию вы учитываете? Нужно ли ее учитывать? Имеет ли она значение? Для меня это неважно. Вот я обращаюсь сейчас лично к вам. Предположим, что у вас нет рядом мужчин, что вы одна. У вас или нет детей, или дети, которые разъехались от вас и живут кто в Америке, кто в Австралии. Работа, или у вас вообще нет работы, либо работа, которая вам ужасно не нравится. Вы живете в ужасной квартире со страшным видом. Да. Вы не счастливы. То есть вы несчастливы. Да. Вы страдаете. Вы, что-то, вот вам что-то не нравится. Ну, страдаете. Вы едите. Вы сразу счастливы. А потом вы в какой-то момент идете ко мне и говорите, господин Дюкан, я хочу похудеть. И если я посажу ее на диету, эту даму, она не может поступать так, как она поступала раньше. Как, например, я могу ее заставить отказаться от того, что она делала, и наоборот делать обратное, например. Есть гораздо меньше. Поэтому я говорю этой даме, мадам, я вам дам свой рецепт, который позволит вам похудеть быстро. Я вам даю пять дней фазы атаки. Шестой день с утра вы встанете на весы. И вы позвоните мне. Они мне звонят, и я слышу по телефону, доктор, мне плевать на шоколад, мне плевать на сладкие вещи, я счастлива. То есть нужно наказание превратить в удовольствие. Но как же тогда десять дверей в жизни, и же ее ничто не изменилось. Она живет в том же доме, у нее те же проблемы. Тогда это временный эффект. А вы ему последнюю дверь закройте. Да. Нет, потому что я открою другие двери. Потому что женщина, которая хочет похудеть, она будет чувствовать увереннее себя в своих силах. И она скажет себе, я способна это сделать. А потом она встретит своего соседа на лестнице, он скажет, ой, какая вы красивая. Что с вами произошло, и что вы делаете сегодня вечером. И он говорит, аааа, вы вы обеете лучше, и все замечают. Вы начинаете лучше одеваться, вы приходите на работу, это все замечают, и вся жизнь вокруг вас меняется. И вы идете в церковь и благодарите Бога за то, что он это помог вам. И господина Ковалькова тоже. Это прекрасное дело, которое мы делаем. Когда я встречаю людей, которые потеряли в среднем 20 килограмм, они говорят, моя жизнь не сменилась. И вы, господин Ковальков, тоже встречаете таких людей. И я могу спросить их, ну, почему вот вы ко мне обращаетесь с такой широкой улыбкой, встречаете меня с такой широкой улыбкой, а к хирургу, который излечил вас от рака, вы просто говорите ему спасибо большое. Я как-то раз был на подписании на автограф-сессии в одном из книжных магазинов. И одна дама приблизилась ко мне с огромным букетом роз. Она приехала из Сибири. Она приблизилась ко мне и начала плакать. Я спросила ее, мадам, а почему вы плачете? И тогда она показывает мне фотографии. Смотрите, какой я раньше была страшной. И я так был счастлив от этого, что я взял ее руку и поцеловал. И вечером мне позвонила моя знакомая и сказала, что я на Фейсбуке прочитала, что эта дама написала. В такой русской манере. До конца жизни я больше не буду мыть эту руку. У меня есть один вопрос, а маленькая ремарка. Мне очень часто говорят коллеги из официальной медицины, что месье Дюкан – это не тот врач, с которым надо общаться. На что я обычно говорю им, что этот человек помог реально похудеть миллионам людей. А что сделали конкретно вы в своем кабинете? У нас в клинике за два года люди потеряли два вагона жира. Мы посчитали вес. Да, два вагона. И принципы нашей работы абсолютно параллельны принципам Дюкана. Мы не считаем калории, и мы понимаем, что основной причиной является инсулин. Так что вы мести Дюкан не одинокий. Я очень счастлива это слышать. Ну и, наверное, завершая наш сегодняшний разговор, я хочу сказать вот еще о чем. Дюкан, вы знаете, есть мужчины, которые могут вас упрекать за изменившиеся фигуры женщин. Как вы считаете, лукавят ли такие мужчины, говоря о том, что а нам нравятся пышные дамы? Или это действительно так? Какие женщины нравятся вам? Но я написал бестселлер, который называется «Мужчины предпочитают полненьких». Я не говорю «толстых». Я говорю «кругленьких». Вы знаете, форма гитары. Гитара – это стали с бедрами. И однажды я был на радио, меня записывали. И дама, которая меня интервьюировала, сказала «гитара – да». Но не контрабас. Что ж, спасибо огромное. Я от имени всех женщин, которые все-таки смогли измениться в лучшую сторону с вашей помощью, хочу сказать вам огромное спасибо. И я уверена, что есть еще над чем работать, и вы эту работу продолжаете, поскольку в вашей системе появляется, как мы слышали сегодня, и действительно немаловажный элемент психологии. Я очень благодарю вас и господина Ковалькова. Я желаю долгой жизни и долгих лет сражения вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова